Музыка Так, завтра вызываем трактор, чтобы прочистить полностью все вот эти сугробы. Снега навалило очень много. И завтра же будем чистить крыши. Завтра же будем чистить крыши. Завтра работы очень много. Все, мои хорошие, все. Так, ребят, все поняли, да, насчет крыш? Трактор приедет утром. Хорошо? Доброго здоровья вам всем, друзья. А приют переживает не самое легкое время. К тому же морозы, снег. Раньше хоть что-то мы могли выкрутиться. Ребята, нам очень тяжело. Не просто так прошу вас, не просто так обращаюсь. Пожалуйста, люди, отзовитесь. Христа ради. Пожалуйста, прошу вас. Я выражаю искреннюю благодарность отцу Александру, который приехал к нам, осветил приют. Прошелся везде, помолился за нас. Я искренне, всем сердцем благодарна ему. Но, друзья мои хорошие, святыми молитвами собак не накормишь. Святые молитвы дают только надежду. И мы надеемся на вас. Отзовитесь. Прошу вас, мои хорошие. Отзовитесь. Снег в этом году просто чудовищно навалил. Просто. Это что-то невероятное. У нас крыши просели. Хотя мы их уже чистили. И сейчас опять оврал. И опять чистим. Друзья, нам пришлось нанять трактор, который вывозил эти тонны снега за ворота в поле. Тракторист греб целый день. Мы заплатили, ребята, 12 тысяч. 12 тысяч, когда у нас даже копейки лишние нету. Но без этого нам не выжить. Мы вот так уже к вольерам пробираемся чуть ли не выше колена снег. Мои хорошие. Территория огромная. И своими силами нам не справиться. Именно поэтому мы обратились и наняли технику. Это тоже беда приюта. Я прошу вас, мои хорошие. Это лишние траты, о которых мы не планировали, а они есть. И просто не знаешь, что делать. Вода замерзает просто мгновенно. Потому что стоят сильные морозы. Ребята, нам не выжить без вашей помощи. Прошу вас, не выжить. Нам очень нужны отопители. Обычные масляные радиаторы, минимум по 6 секций. Потому что меньше, а они просто бесполезны. Я прошу вас, мои хорошие. Если у вас есть лишний дома, ненужный радиатор, подарите его приюту. Друзья хорошие мои, зима в этом году просто невероятная. Мы выживаем чудом. Я прошу вас, откликнитесь. Пожалуйста, друзья, откликнитесь. Самое главное, у нас это корма и медицинская служба. Потому что у нас мы только за прошлую неделю сделали 8 книжок операций. Из них вас принадлежат. Сами понимаете, цены огромные. Здесь я не обладаю. И еще, друзья, кое-где появились ролики о том, что администрация была у нас в гостях. Да, друзья, была. Был зам мэра. Были помощники его. Прошли, посмотрели. Им очень у нас понравилось. Не боюсь этого слова. Им у нас понравилось. Были от Единой России депутаты. Безрукановный Константин Константинович. Ребят, сами понимаете, быстро сказка говорится. Но не скоро дело делается. Прошло две недели, а приют по-прежнему бьется собственными силами. Я верю, помощь обязательно будет. Главное, что они о нас хотя бы услышали. А теперь с молитвами и богословением будем ждать и надеяться. Но, ребята, до власти высоко и далеко. А мы здесь, рядом с вами. Что, мои маленькие? Замерзли мои дети. Замерзли. Хоть сено и накидали, замерзли. А еще худеть начали. Начали худеть дети. А вот это хуже всего. Корма не хватает. Сегодня, ребята, вольеры не убирали. Я сегодня сказала убирать крыши. И надеяться именно сейчас, в это тяжелое, трудное время, мы можем только на вас. Мои хорошие люди, всем сердцем, всей лохматой душой прошу вас, помогите нам, отзовитесь, не бросайте нас. Без вас нам не выжить. Лохматая душа просит всех знакомых и незнакомых, хороших, добрых людей, отзовитесь, прошу вас, в ком горит хоть капля добра, в ком сохранились крупицы сострадания и милосердия. Я прошу вас, люди, отзовитесь. Никого из вас не спасут 100 рублей, а приют спасут. Потому что вас больше 40 тысяч. И если каждый из вас переведет эту сумму, небольшую для бюджета семьи, а для приюта это шанс выжить. Друзья, прошу вас, задумайтесь. Всего лишь 100 рублей. Приют просит у вас по 100 рублей. Я прошу вас, родные мои, помогите. Помогите. Две тысячи животных в снегу и полуголодные. Собаки начали худеть. Я прошу вас, ребята, корма не хватает. Помогите нам. Люди милые, отзовитесь. Помогите нам, пожалуйста. Помогите приюту. Помогите. Мы же люди. Пожалуйста. Давайте все вместе. Все вместе. Прошу вас. Прошу вас. Идите в бытовку. Там тепло. Козлята. Это те, которые у меня дома были. Вот вывезли их сюда. Вроде бы полегче им становится. На свежем воздухе. Пусть холодно, но... Да, мои золотые. Здесь не все. Еще остальные в бытовке. Ребят, собаки худеют. Корма не хватает. Ребята, у нас не хватает корма. Светные мои. Ну все, ребята, я замерзла, как собака по-настоящему. Как вроде это я в вольере просидела. Все, осталось нам выровнять за воротами то, что мы выгребли. Иначе у нас ничего не получится. А пока выталкивали, укатали горку. А вот теперь я думаю, если привезут, как машины к нам заедут. Это ненормальный, и я ездил в такую погоду. Вот видите, метель. Небольшая, правда. Видимо, стеклянная. В приюте вообще. Ну, холод неимоверный. Минус 15 показывает в машине. А там ощущение, что все 30. Короче, телефон вырубился сразу после нескольких кадров. И чуть позже вырубился фотоаппарат. Ни черта мне не удалось снять. Потому что аккумуляторные батареи рассчитаны на минус 20. И они тоже вырубились. К сожалению. Вот буквально пару кадров. А вы здесь, уже какое-тое одна помещение. Все 6-е две суперрики. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон